В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание в режиме ВКС с главами профильных ведомств и округов региона. Рассмотрите там, где это необходимо, рассрочку платежей. ЖК «Пригород Лесной» введена в эксплуатацию, первая в микрорайоне школа. Классы начального уровня к нам переходят целиком. Большинство классов переходят со своими классными руководителями. Как архивисты муниципалитета отмечают свой профессиональный праздник? Это вот архив того большого Ленинского района, который захватывал часть нашей территории. Он существовал до 60-го года. В жилом комплексе «Пригород Лесной» введена в эксплуатацию первая школа. Небольшую экскурсию по новому образовательному учреждению для нашей съемочной группы провел директор Денис Грачев. Подробнее в сюжете Наталья Буслаевой. Новая и пока единственная школа в ЖК «Пригород Лесной» рассчитана на 1100 учащихся. Здание площадью почти 18 тысяч квадратных метров состоит из трех блоков, соединенных между собой надземными переходами. Интерьер в учреждении был разработан в соответствии с Санпином. Все стены в рекреациях и кабинетах в спокойной цветовой гамме, чтобы детям было комфортно. Как рассказал директор школы Денис Грачев, штат педагогов практически набран. Сейчас в нем числится около 50 учителей. Мы принимаем детей из соседней школы, которая сейчас работает с превышением проектной мощности. Соответственно, классы начального уровня к нам переходят целиком. Большинство классов переходят со своими классными руководителями. В корпусе А расположен главный вход и административные помещения. Также здесь находится столовая, рассчитанная на 580 посадочных мест, два спортивных зала и один хореографический, в котором будут проводиться и уроки по ритмике. Корпус Б предназначен для занятий средней и старшей школы. Здесь расположены кабинеты биологии, химии, физики, информатики, оборудованы лаборатории и мастерские. Отдельный блок предназначен для учащихся начальной школы. В рекреациях – стены со специальным покрытием, на которых можно рисовать мелками. В начальной школе для детишек мы планируем использовать эти стены на каждой перемене. У каждого класса руководителя, естественно, будет запас мелом. Мы, так понимаю, там ведрами будем закупать. И, соответственно, там уже у детей будут своеобразные мероприятия проводиться. Именно с использованием этих рекреаций и этих замечательных прекрасных стен. Классы начальной школы оснащены партами и стульями, которые регулируются по росту. Все они рассчитаны на одного ребенка. Рабочее место учителя – это компьютер, принтер и ксерокс. В каждом классе находится доска с проектором, смарт-доска, телевизор для трансляции каких-то обучающих вещей. Все подсоединено к локальной сети школы, предусмотрен выход в интернет. Впечатляет огромный актовый зал широкой сцены и предназначенный для проведения различных мероприятий. Он, несомненно, станет центром общественной и творческой жизни учащихся. В новой школе уже все готово к работе. Осталось только получить необходимые документы, без которых учреждение функционировать не может. В данный момент, как только у нас будет получена соответствующая документация, мы готовы принять детей к учению. Это уже третий по счету объект социальной инфраструктуры, открытый в жилом комплексе «Пригород Лесное». В первый рабочий день недели губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание в режиме ВКС с главами профильных ведомств и городских округов региона. Обсудили актуальные вопросы жизнедеятельности Подмосковья. Об основных расскажет наш корреспондент Юлия Багазьян. Свою речь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев начал с темы патриотического воспитания молодежи. Больше года назад совместно с Министерством обороны России и мэрием Москвы в Одинцовском округе был запущен проект создания центра «Авангард», на базе которого у старшеклассников появилась возможность приобретать полезные военные навыки. Мы видим огромный спрос. 15 тысяч человек на сегодняшний момент в год может патриотический лагерь принять. Ребят, пока только мальчиков, но мы обсуждаем, чтобы и девчонки, которые увлекаются всем тем военным, интересным, смелым, тоже могли принять участие. Такой запрос мы видим. Дирекция лагеря очень внимательно смотрит и работает над программой. Важной темой видеоконференции стал вопрос о предоставлении жителям региона, рассрочке платежей за коммунальные услуги. Зима выдалась суровой, холода и сейчас не отступают. Отмечен рост электропотребления. Людям приходят платежки достаточно серьезные. 10-12 тысяч рублей вместо 6-8 тысяч, которые приходят в обычное время. Рассмотрите там, где это необходимо, рассрочку платежей и не начисляйте ни штрафа, ни пение. Соответственно, сделайте такой шаг навстречу, чтобы платеж ежемесячный облегчить тем городским округам, где они выросли, потому что зима, потому что низкие температуры. Затронул Андрей Воробьев и тему строительства социально важных объектов и предстоящих весенних паводков и благоустройства территории. Отдельно главы городских округов доложили губернатору, как в муниципалитетах идет подготовка к традиционным масленичным гуляниям. Будут масленичные ярмарки, это 44 торговые площадки, музыкальные и театрализованные представления, народные игры и мастер-классы, а также, конечно, традиционные чаепития, угощения и блины. Основной у нас площадкой станет по традиции Пушкинская поляня, полянов Захарова. Здесь мы 14 марта ожидаем более 10 тысяч гостей. У вас главный музыкальный гость уже тоже по традиции, Надежда Георгиевна Бабкина. В Ленинском городском округе масленичные гуляния пройдут на 40 площадках. Основная традиционно в Видном у кинотеатра «Искра». Здесь праздник состоится в воскресенье 14 марта. Юлия Пагасян, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В Видновском детском саду номер 42 «Родничок» прошел профилактический осмотр детей, которым в этом году исполняется 6 лет. Через год ребятам предстоит впервые переступить порог школы, поэтому здоровью следует уделить самое пристальное внимание уже сейчас. Подробности в нашем следующем сюжете. Ортопед, хирург, уролог, окулист, лор, невролог, стоматолог и педиатр. Всех этих специалистов – воспитанники детского сада номер 42 «Родничок» прошли в ходе большого профосмотра в стенах самого образовательного учреждения. В связи с сложившейся ситуацией по ковиду в нашей стране профосмотр проходит каждая группа отдельно. То есть это в соответствии с приказом Минздрава номер 514. Потоки детей у нас не пересекаются, каждая группа осматривается отдельно. В этот день профосмотр проходили ребята 2015 года рождения с четырех групп. Через год им всем предстоит впервые переступить порог школы, поэтому здоровью следует уделить самое пристальное внимание уже сейчас. Сколько лет тебе, Максим? Пять. Ничего не болит, Максим? Особое внимание уделялось проверке остроты зрения и осанки, ведь в школе нагрузка на зрение и позвоночник увеличится в разы. Это что? Курба. Малая? Ельба. После прохождения всех узких специалистов, каждого ребенка осмотрел педиатр. Очень мало полностью здорового, к сожалению, детей. В основном довольно часто встречается патологиям на опорно-двигательной системе и снижение зрения. Медики утверждают, всему виной малоподвижный образ жизни и чрезмерное увлечение гаджетами. Поэтому регулярная диагностика просто необходима. Такие профилактические осмотры в детских садах для каждой группы проводятся раз в год. Причем в каждом возрасте ребят осматривают разные специалисты. Будут проходить УЗИ, ЭКГ, ЭХКГ. Это то же самое. Приезжают сюда специалисты. Да, они переносные, стационарные аппараты. И здесь также обследуют. На базе детских садов проходит обследование. Эти исследования все ребята пройдут уже в течение марта этого года. Всего же в этот день специалисты осмотрели 58 дошколят. Нескольким малышам были назначены УЗИ и рентген, а также консультации у профильных специалистов. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видно этого. Ежегодно 10 марта архивисты отмечают свой профессиональный праздник. Почти 300 лет назад в этот день Петр Первый предписал учреждениям сдавать документы в архивы. Наша съемочная группа отправилась в архив Ленинского городского округа, чтобы узнать о его истории и хранящихся там материалах. Говорят, бумага стерпит все. Особенно это верно, когда она не история. Факты, события, фамилии, имена, даты, архив помнят все. Здесь жизнь нашего города в буквах и цифрах. Это вот архив того большого Ленинского района, который захватывал часть нашей территории. Он существовал до 60-го года. А конкретно наш вот архив, он с 65-го года стал моментом, когда, видно, и стал городом. Многие считают, что работа архивистов скучна и однообразна. Но представьте себе, сколько всего интересного тут можно узнать. А как известно, кто владеет информацией, тот владеет миром. Чтобы отсканировать какое-либо постановление из дела, у нас есть визуализатор. В архиве Ленинского городского округа трудятся семь человек. Надежда Юрченко присоединилась к коллективу совсем недавно. В своей профессии самым важным считает внимательное отношение к деталям. Очень внимательно, дотошно. Все нужно скрупулезно рассматривать, раскладывать, собирать. Когда привозят на новые документы. И также хранить архив. Мы все время каждый раз делаем обработку, то есть инвентаризацию. Все время просчитываем, все ли документы у нас на месте, все ли у нас находится в порядке. Сейчас архив принимает заявления в основном через портал госуслуги. Но по необходимости можно записаться и на личный прием. Мы потихонечку начинаем понимать, что, наверное, маловато. Потому что в течение последних 10 лет у нас штатная численность не менялась. А количество документов за это время удвоилось. То есть с 30 тысяч до 60. Под хранилище материала в здании отведено более 200 квадратных метров. Коробки с документами располагаются на удобных мобильных стеллажах. Самые ранние документы, хранящиеся в архиве Ленинского городского округа, это церковно-метрические книги, датированные серединой XIX века. Документы, попадающие в архив, сохраняются не только для истории. Они могут быть востребованы в любой момент. Сравнительно недавно был запрос, по которому мы, к сожалению, не смогли помочь. Но человек все равно благодарен, потому что, по крайней мере, ему подсказали, куда еще можно обратиться, где попытаться поискать, может быть, уточнить какие-то данные. Потому что человек, который никогда с этим не сталкивался, ему сложно сориентироваться в общем информационном пространстве. Но основная масса запросов все же социально-правового характера, касающейся подтверждения стажа работы или заработной платы. Также в последнее время увеличилось количество обращений по земельным и имущественным вопросам. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ. Выставка под названием «Вдохновение», которая проводится в Доме культуры поселка Петровское, стала уже традиционной. Год от года количество участников увеличивается, а уровень работ и их уникальность никого не оставляет равнодушным. С участниками и организаторами экспозиции встретился наш корреспондент Максим Козлов. На открытии выставки, которая прошла 5 марта, буквально яблоку негде было упасть. Посмотреть на творчество соседей пришли и местные жители, и сами мастерицы рукоделия. Выставка подготовлена участницами женского клуба «Моя семья». Основные участники, конечно, как местные жительницы поселка Петровское, их 12 участниц, 7 участниц горок Ленинский, деревни Горки, и участница одна – деревня Калиновки. Экспонаты здесь самые разные. С первого взгляда не всегда поймешь особенность той или иной вещи. Например, вот эта чайная пара – пряники. То есть эту посуду натурально можно съесть. А вот эти магические скульптуры – мыло. Главное правило выставки – все должно быть сделано своими руками. Например, Ирина Капитонова показала свое мастерство вязания. Увлечение возникло с советских времен, со школьного возраста. Был дефицит всегда во что одеться. Так что нас родители всех приучали шить, вязать, чтобы мы это можно было носить. Вот, поэтому первый свой костюм вязанный, юбку, кофту я связала в третьем классе. Всего на выставке представлено более ста работ. Помимо весьма необычных, есть и традиционные. Картины, написанные маслом, в технике алмазной вышивки, образцы прикладного искусства, тряпичные куклы. Некоторые участники представили сразу несколько экспонатов. Мария, ну я гляжу, у вас здесь сразу несколько работ. Скажите, в какой технике эти работы, и как я понимаю, вам эта техника очень нравится? Крестиком и бисером вышивать. Как много уходит времени на одну работу и много ли материала? На большую картину три месяца где-то выходит. На маленькие недель две. Выставка организуется в третий раз и стала уже традиционной. Организаторы отмечают постоянный рост интереса к ней, как со стороны зрителей, так и со стороны мастеров. Уже сейчас на участие в следующей выставке подано несколько заявок. В 2019 году, когда первый раз мы проводили эту выставку, у нас было всего восемь участников. Всего восемь участников и только из поселка Петровска. И было представлено работ значительно меньше. А сейчас порядка ста, то тогда было представлено работ, может быть, около 30. Об одном жалеют организаторы, что выставка длится не более недели, ведь для многих мастериц их творчество еще и способ заработка, а клиенты ждать не будут. С другой стороны, через год мы увидим еще более интересные и необычные экспонаты. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Традиционные соревнования горнолыжного клуба «Города Видное» проводятся на горе в деревне Дыдылдина уже два десятилетия. В прошлом году их пришлось отменить из-за отсутствия необходимого количества снега. Но в этом сезоне праздник удался на славу. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. В лесу около деревни Дыдылдина состоялся спортивный праздник, посвященный 35-летию горнолыжного клуба «Города Видное». Именно в 1986 году группой энтузиастов здесь, на горе, был установлен подъемник, что послужило началом развития этого вида спорта в нашем муниципалитете. Традиционные соревнования, которые проводятся с 2000 года, по горнолыжному спорту. Участники приезжают с нашего района и с нашего округа сейчас, с Володарки. Потом мы пригласили с Домодедова, тут несколько человек есть, и Москва. Ну, самые ближние наши друзья приезжают и участвуют в наших соревнованиях. В этом году повезло с погодой. Именно в день соревнований выпало много снега, что позволило провести состязания по всем дисциплинам. Больше всего спортсменов выявляли сильнейших в скоростном спуске, с лалами и прыжках с трамплина. Некоторые ветераны, которые прямо от истоков, с 80-х годов катаются на этой горке. Я сам катаюсь в середине 90-х годов. Горные лыжи и сноуборд – довольно экстремальные виды спорта. И новичкам не стоит сразу пытаться покорять все вершины. Лучше прислушаться к советам опытных товарищей. Постепенно. Не надо сразу делать что-то экстремальное. Нужно именно малыми шагами потихонечку не форсировать события. Посмотреть, как взрослые, старшие катаются. И понемногу увеличить свое мастерство. Не жалейте на экипировку денег, потому что многое бывает. Падений, все. И это только кажется, что снег мягкий. Среди участников было немало детей, которые спускались с горы, естественно, под присмотром взрослых. У меня такая традиция, я каждый год учусь в соревнованиях. Все. На склоне работала импровизированная кухня, где каждый мог отдохнуть и согреться между катаниями с горы. У нас тут готовится чай. Тут вот ребята готовят блинчики, варенье домашнее. Все. Все вкусное. Чаечек на дровах ароматный. Одной из самых зрелищных частей программы стали прыжки с трамплина через реку. Здесь проявили себя самые смелые спортсмены. Адреналин, драйв, вообще эмоции перебарывают. Все, ничего не понимаешь. Круто. Нет. Через речку перелететь, это надо, конечно, иметь. Вон, все, кто участвуют, ребята. Надо мужество иметь конкретно, чтобы так прыгнуть. Всего несколько участников решились на главное испытание. Кто дальше всех проедет по воде. Лыжники и сноубордисты поддерживали друг друга. Не столько был важен результат, сколько хорошее настроение и желание поразить собравшихся. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok